Лох Несс приветствует Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Брайана Майя. Лох Несс приветствует Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Брайана Майя. Привет! Спасибо всем! Добро пожаловать на Гранд Тур, который сегодня выходит из берегов озера Лох Несс в Шотландии. Итак, да-да, для большинства людей в мире Шотландия ассоциируется лишь с красивыми пейзажами и мылом гибсоном с раскрашенным лицом. Но на самом деле все не так просто. Вот список важных изобретений, сделанных в Америке. Самолет. А вот что изобрели немцы. Автомобиль. А вот вклад Англии. Компьютер. И давайте, конечно, взглянем на достижения французов. Фен для волос. Это правда, я это не выдумал. И точилка для карандашей. А да, и точилка для карандашей еще. А теперь давайте взглянем на список вещей, которые изобрели шотландцы. Это невероятно. Они повсюду. Бездымный порох. Клонирование. Оружейные капсули. Гольф. Настойка лайма. Этот список просто бесконечен. Бьюик. Минуточку. А почему там ВМФ США? Я не шучу. Он действительно был создан в Шотландии. Правда? Как BBC, так и SAS. Как и все спецподразделения. И я знаю почему. Если вы живете в Мексике, Франции, Италии, вы просыпаетесь, раздвигаете занавески, видите прекрасный день и думаете, пойду погуляю. А вот когда вы раздвигаете занавески в Шотландии, там холодно и сыро. Пойду-ка я в сарай и изобрету что-нибудь. Вот вам и причина. Я, кстати, удивлен, что в Англии все эти изобретения не называют просто британскими. Кстати, да. Это синдром Эдди Маррея. Ведь, если честно, это происходит очень часто. Возьмем Александра Белла. Когда он в своем сарае возился с бакелитом и проводами, он был шотландским чудаком. А когда он изобрел телефон, он стал британским гением. То же самое происходит и в спорте. Автогонки, Джеки Стюарт, трехкратный чемпион в Формуле-1. Он британец. Джим Кларк. Джим Кларк, двукратный чемпион в Формуле-1. Он британец. Дэвид Култхарт. Шотландец. Вот так-то. Наверное, стоит объяснить поподробнее для американских зрителей. Вот как все устроено по эту сторону океана. Это Британия. Это Англия, откуда мы сами. Это Шотландия, где мы сейчас находимся. А вот это Уэльс. Я живу где-то в этом районе. Да. Так вот, правила очень просты. Если ты англичанин и сделал что-то выдающееся, ты остаешься англичанином. Если ты шотландец и валиец, и сделал что-нибудь выдающееся, англичане решают, что ты теперь оказывается британец. Эти англичане просто возмутительны, не так ли? Если честно, я люблю приезжать в Шотландию. Потому что люди здесь говорят то, что думают. Прямо и однозначно. Например, на въезде в городок Ларк-Холл стоит вот такой знак. Добро пожаловать в Ларк-Холл. Это не касается Игилл. Идите на.